МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но и развить сплоченность команды, умение поддерживать друг друга на пути к общей цели. Наша команда настроена позитивно, думаю, как и все здесь присутствующие. Сегодня раннее утро, нас радует погода, солнышко, все радуются. Пришли сюда, началась регистрация. Наградили нас сразу, дали вот такие ленточки прикольные. Мы настроены сегодня, конечно же, на победу. Целую неделю провели в пинтбольном тире, отрабатывали навыки пинтбола. У нас задачи всегда только тройка, но сегодня должны первые быть. После регистрации командам раздали маршрутные карты, по которым они двигались от одного этапа к другому. Всего участников ждали шесть испытаний. Каждая станция носила имя одного из великих людей России. На испытании под названием «Петр Первый» командам предстояло на время разобрать и заново собрать в правильной последовательности большие кубики. На этапе «Иван-Подубный» мужчины состязались в силе воли и физической подготовке. Им предстояло наибольшее количество раз поднять гирю. Проходятся они замечательно, все весело, все дружно. И результат узнаем в самом конце. Команда сплоченная, хотя созданы у нас двух коллективов – «ПЭС» и «Первый завод». Но сплотились, как бы дружно все выступаем. Самое интересное сейчас впереди, вот у нас кубик Никитина. А самое интересное – это гири, как бы больше народ собирает. Меткость и острый глаз участникам понадобились на станции пинг-больного тира под названием «Калашников». Еще одно из зрелищных испытаний «КамАЗ-мастер» назвали в честь сильнейшей российской команды мирового автоспорта. На этой эстафете участники соревнования «Время сильных» ворочали большое грузовое колесо на время. А на этапе Сергей Лавров внефовцы показали свою смекалку, логику и быстроту реакции. Всего в состязаниях «Время сильных» участвовало 8 команд по 10 человек. Среди участников были и представительницы прекрасного пола. Мы на помощь! Скорая! Быстрая! Веселая! Команды формировались необычным образом. Это команда не по подразделениям, это команды, сформированные по направлениям работы. У нас есть команда «Заводчане», и это команда с двух заводов. У нас есть команда «Атишников», у нас есть команда «Испытателей», команда «Исследователей». У нас есть команда «Медиков», но эти люди вообще незаменимы в нашей жизни. И команда «Охранников» у нас тоже есть. Состязание по перетягиванию каната «Илья Репин» стало завершающим. За этот этап самые сильные команды получили спецприз. Также подарки получили и самые активные болельщики. После состоялась церемония награждения команд победителей спортивного праздника «Время сильных». В клубе «Здоровье» прошел ежегодный турнир по настольному теннису среди любителей и профессионалов. Александр Федонин занимается настольным теннисом в клубе «Мечта». На городском соревновании среди клубов Центра внешкольной работы спортсмен выступал в номинации «Любители» в составе команды. К соревнованиям участники готовились на протяжении недели. По мнению Александра, главный успех теннисиста – в профессионализме и уверенности в себе. И ракетка здесь не имеет никакого значения. Главное, какой игрок. Не важно, какая ракетка, важно, какой игрок. Ну, без разницы. Можно выиграть любой ракеткой. Главное, кто играет с ней. Мы собираемся в клубе «Мечта», и мы там тренируемся. У нас там стоят два стола. Мы играем до шести, и получим так. Вторая номинация соревнования – «Профессионалы». В ней участвовали те ребята, которые занимаются в секции настольного тенниса. Это олимпийский вид спорта, который развивает быстроту реакции, мышление и подвижность. В секции воспитанники оттачивают навыки командной игры, закаляют силу воли, учатся победам и поражениям. Развивает зрение, ловкость, маневренность. Сам по себе он интересный. Были в Богородске, в Саранске. Ездили на всероссийские соревнования. Нинимаем участие. В городском соревновании по настольному теннису участвовали шесть команд по три человека. В финал выходили те команды, которые набирали наибольшее количество очков. Играли ребята по круговой системе. Почти каждый месяц спортсмены секции настольного тенниса, клуба здоровья, центра внешкольной работы поезжают на турниры и чемпионаты. Недавно воспитанники приехали из Кстова, а сейчас готовятся к выезду на первенство области и всероссийский турнир. Ветераны и взрослые – это в сентябре месяце у нас есть открытый турнир, называется «Саровская ракетка». У нас приезжают из других городов, Нижегородской области, из Мордовии. Это будет в сентябре месяце. Там участвуют и дети, и взрослые, и ветераны. В конце соревнований по настольному теннису выбрали победителей и призеров, которые получили призы и грамоты. Спортсменки школы ИКАР Ирина Тимонина и Тамара Давыдова выполнили нормативы на звание мастера спорта. Путь к званию мастера спорта Ирина Тимонина начала еще в детском саду. Правда, тогда ни сама спортсменка, ни тренеры не подозревали, какое будущее ее ждет в спорте. Занималась Ирина наравне со всеми, только ближе к старшим классам поняла, что хочет добиться чего-то большего – закончить школу, имея спортивное звание. И вот, наконец, мечта сбылась. На прошедших всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе кубок Ярослава Мудрого Ирина выполнила норматив мастера спорта. Прошло еще не так много времени, и, наверное, я нахожусь еще в какой-то такой эйфории. Не до конца верится, что цель достигнута, и действительно это большой труд, который привел к успеху. И это может показаться для меня чем-то недостигаемым в какой-то мере, но это произошло, и я безумно рада. Пока девушка в 10 классе, до окончания школы она планирует продолжать занятия, изучать новые элементы и участвовать в соревнованиях. В этом году на счету отделения прыжков на батуте два мастера спорта. Вместе с Ириной на этих соревнованиях норматив выполнила еще одна воспитанница спортивной школы Икар Тамара Давыдова. У нас уже лет 6-7 не было мастера спорта. У нас последняя была Алексеева Ирина, мастера спорта международного класса ей присвоили. Еще вот после этого у нас не получалось. То мальчики пролетали, у нас и Ермаков хотел выполнять, Славин, но никак не получалось. Одну, две десятых не хватало. Вот так не выполняли. А здесь девочки, вот, не подвели они. Как говорит Александр Коронаевич, дойти до мастера спорта нелегко, надо работать. Причем начинать нужно как можно раньше. Детей приводят в 4-5 лет, в крайнем случае в 6. Затем уже поздно. В 10 лет мы уже таких не берем. В 9 лет уже выезжают на первенство России по первому взрослому разряду. Уже 9 лет. Там мы таких-то не берем. Уже поздновато, конечно. Мы берем вот с 6 лет, можно взять с 5. Ну, где зависит, какой ребенок еще есть. Слабенький, 10. Сейчас тяжело вообще найти таких. Для малышей, которые только делают первые шаги в спорте, прыжки на батуте – это прекрасный способ выплеснуть энергию и вдоволь призвиться. Маленьким непоседам намного важнее, чем взрослым тренировать ловкость и координацию, укреплять мышцы и сухожилия. А у старших ребят этот спорт и развивает силу воли и закаляет характер. В первую очередь, наверное, это умение падать и вставать. Несмотря на все падения на тренировках, какие-то неудачи или еще что-то в этом роде, ты все равно продолжаешь вставать и делать еще раз. То есть это упорство, это стремление. Для меня это в первую очередь те качества, которые мне дал спорт. Сейчас воспитанники Икары готовятся к областным соревнованиям. Победители, призеры турнира автоматически войдут в сборные области и будут участвовать в чемпионате России. Футбольная команда Икар-2013 стала чемпионом первенства Нижегородской области по мини-футболу в зоне Арзамас. Евгений Землянко пришел на работу в спортивную школу Икар в сентябре прошлого года. Молодой специалист тренирует две команды футболистов 2013 и 2015 годов рождения. Если у младших воспитанников серьезные турниры еще впереди, то ребята постарше уже показывают отличные результаты. Зимой команда взяла золото однодневного турнира в Саранске. А в марте стала победителем первенства Нижегородской области по мини-футболу среди команд 2013-2014 годов рождения. В первенстве была пара замазка зоны. Играли там, получается, 12 командами. Были, конечно, игры, на которых стоило понервничать, потому что были тяжелые игры, как с чемпионом 2013 года рождения. Там тоже было тяжело и интересно. Ну, по итогам соревнований заняли первое место. Ребята остались довольны. Турнир команды Икара закончила только с одним поражением. Самая последняя игра оказалась нерезультативной. В итоге в активе Саровчан 30 очков. Кроме того, игрок Икара Степан Коршинов стал лучшим бомбардиром соревнований. За время турнира он забил 24 мяча. Он занимается 23 года. Мне нравится бегать, пинать мяч. Энергичная игра. Командная работа. Один за всех и все за одного. В апреле КАР-2013 отправится представлять зону Арзамас на первенство области по мини-футболу.